вас приветствует канал чудесный огород и речь сегодня пойдет какие мы совершаем ошибку на тему когда мы сеем морковь в драже или в гранулах давайте будем разбираться я от многих садоводов слышу знакомых что но не всходит это морковь до в гранулах неэффективная она в чем же здесь все таки загвоздка первое на что нужно обратить внимание при покупке семян это на годность моркови до какого года морковь чем свет чем ваши семена будут более свежими и и срок годность длиннее тем схожесть у них будет выше потому что морковь она не любит долгого хранения семена моркови и они чем дольше лежат они плохо всходят или потом сразу начинают зацветать идет дает стрелку и идут в цвет значит обращаем внимание на срок годности второе посадка семян когда лучше производить ну вот все агрономы советуют производить посадку моркови когда только сошел снег и немного прогрелась земля уже когда вы можете ее вскопать она прогретая если вы живете в регионах урала или северных регионов как омск новосибирск я вот живу в северном казахстане посадку лучше производить в середине апреля если позволяет погодные условия или же до конца апреля начало мая это самые такие вот удобные посевы еще земля пропитана водичкой снеговичкой будем так называть и она очень была плодотворно повлияет на всхожесть семян и она должна быть влажная земля потому что семена моркови содержат очень много эфирных масел и чтобы эти эфирные масла растворились и морковь зашла нужно много влаги конечно когда мы сеем обычную морковь в недрожжированную семена моркови мы можем ее предварительно в нескольких водах замочить при температуре 30-40 градусов и тогда эфирные масла быстрее будут разрушены но если мы сеем в гранулах то этого мы уже не можем сделать так 3 очень важно глубина заделки вот здесь если мы обратим внимание написано бороздка должна быть глубиной полтора сантиметра так я делаю сейчас я вам это покажу я хотела показать у себя на садовом участке но так как время посева у всех разное кто-то сей в марте кто-то в апреле кто-то в начале мая я покажу вам на примере вот просто такой вот грядочки будем так называть на примере вот допустим у вас влажная земля да посмотрите пожалуйста у вас влажная земля вы ее хорошо вскопайте морковь очень любит когда земля вскопана она не любит поверхностной копки если у вас тяжелые земли добавьте песка для того чтобы морковь любит песчаную больше земли вы вот так немножечко грядочку свою рукой утрамбуете что я делаю я беру вот пластиковую бутылку наливаю в нее воды вот так для того чтобы немножко вниз был груз и в грядке вот так бутылкой вот на таком расстоянии делаю можно сказать вот такие углубления да как чашечки вот так я это делаю вот так теперь мы берем всеми дрожжи моркови сейчас я уже приготовила вот по одной штучки я думаю видно да как я сделала углубление смотрите пожалуйста видно да поближе под виду по одной штучки в каждую кладу вот в эту вот чашечку можно да так назвать вот так это будет да я думаю что видно теперь я беру воду и сверху обильно влажную землю поливаю вот так вот так прям обильно не надо бояться для того чтобы гранулы моркови растворились вот так теперь сверху можно замульчировать сухой одну муточку землей да вот я мульчирую сухой землей такой она тоже не сухая а влажная можно еще сверху полить из лейки полить из лейки вот так чуть-чуть не надо сильно утрамбовывать немножко и потом я накрываю нетканным материалом укрывным агротексом или спонбондом или можно укрыть мешками из-под картошки и вот так эту грядочку фиксирую можно кирпичиками можно бутылками пластиками с пластиковыми с водой 5 литровыми полтора литровыми можно если у вас есть железные трубы и вот так моя морковка до всходов находится теперь еще один такой момент в гранулах морковь нужно поливать намного чаще чем вы делаете это с обычной морковью потому что грануле нужно раствориться семени нужно напитаться водой освободиться от эфирных масел и прорасти если у вас нет возможности часто поливать морковь посадки до моркови тогда лучше в гранулах не сеять раз в неделю этого будет мало вы должны поднимать свой укрывный материал и смотреть у вас прораст сверху подсохла земля или нет потому что в апреле месяце в мае очень часто бывают сухове и которые верхнюю почву они просто ее как бы высушивают и морковь у вас уже проклюнулась она еще успела дать такие вот в ростки с 1 до семидольные листочки а вверх у вас подсох и она у вас просто засохла там внизу это по посеву семян ваших дрожжи если вы будете вот покупные в магазине теперь я хочу остановиться на драже которые я делаю с туалетной бумаги мне одна моя зрительница написала что ерунда это все ваши семена я делала и у меня ничего не получилось вот она пробовал я хочу ответить на этот вопрос во первых когда вы делаете я уже в своем видео про драже об этом говорила вы делаете драже из туалетной бумаги для семян моркови пожалуйста не берите очень плотную бумагу бумага должна быть средней толщины не плотная и не толстая это раз второе пожалуйста не нужно ничем а кроме воды смачивать никаким клейстером никаким клеем скручивать когда я не знаю какие может быть ошибки я не говорю именно что моя зрительница совершила эти ошибки я просто указываю как что может повлиять на всхожесть моркови посмотрите пожалуйста чтобы посев был срок посева моркови не срок посева срок годности моркови был длинный не короткий так что еще я хочу сказать если вы хотите вы можете предварительно замочить свои семена чтобы они сбросили уже эфирную оболочку в несколько раз водички подержать там в течение дня ее хорошо промыть и подсушить после сделать гранулы тогда она быстрее взойдет теперь при посадке в грану из туалетной бумаги также я делаю вот такие вот углубления в земле точно так же как сажаю при драже покупную который из магазина вот посмотрите вот они я думаю видно да теперь я беру каждую гранулку у меня здесь по три семени где по два для того же бывает что морковь я не проверяла ее на всхожесть если вы проверили пожалуйста кладите в гранулку по одной семени по одному вот так я это делаю теперь я сверху на это земля влажная она должна быть влажной я сверху вот так прям на гранулку поливаю посмотрите бумага сразу начинает впитывать себя влагу посмотрите вот так я это делаю вот уже бумага если вы видите что недостаточно я это делаю из леечки детской на даче вот так бумага подождите пусть она немножко впитает влагу не торопитесь ее сразу сухой землей засыпать вот она впитала у вас землю земля воду и бумага напиталась потом вы сверху также точно вот присыпаете грунтом влажным можно даже полить еще сверху из рейки вот здесь написано полив поливаем из рейки да тоже полить из рейки утрамбовать и также на открыт нетканным материалом пожалуйста все так же как я уже объяснила не буду повторяться все это чтобы было закрыто и по мере высыхания вы приезжаете на дачу и смотрите если подсохла немножечко земля опять из рейки поливаете и не открываете до той поры пока у вас не появятся всходы нетканный материал это не клеенка клеенкой прошу вас не укрывайте если вы не успели приехать сгорят ваши растения по черной вытянуться сгорят мне нравится нетканный материал или же мешки из-под картофеля когда ваша морковь зайдет вот у вас если по два по три семечки не забудьте пожалуйста и и потом вас когда она будет расти вы будете на значит кушать ее все равно морковь будете пользоваться прореживайте морковь вырывайте лишние когда они совсем еще не крупные вот такие не жалейте а то подсыпать можно вокруг чтобы не оголялась шейка моркови особо вот и все все секреты и вы будете с хорошей морковью я вот каждый год так делали не жалуюсь у нас очень много моркови мы и дать вот март месяц мы еще с моим морковь кушаем делаем заготовки и раздаем соседям и и родственникам те кто нуждается в морковь в морковь поэтому вот не было у меня ни разу чтобы у меня не было моркови вот так особенно нужно укрывать еще хочу сказать сверху если у вас песчаная почва потому что суховее высушивают становится сверху коркой земля вы ее не прорыхлить не сможете ничего не сможете сделать поэтому прикрывайте это спасет от высыхания и перепады температуры но в общем благотворно это влияет спасибо вам большое я думаю мой видео ролик будет для вас полезным я желаю вам удачных посадок и на хорошего настроения